Часть пятая. Духовное решение материальных проблем. Совет объединенным нациям. Каким должно быть устройство общества, чтобы в нем царили мир и благополучие? Ширила Прабхупада обсуждает этот вопрос с мистером С. Хенисом из Международной организации труда, 1974 год, Женева. Международная организация труда, МОД, это специализированное учреждение ООН, создана в 1919 году при Лиге наций как Международная комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства и улучшения условий труда. Примечание редактора. Ширила Прабхупада. Мистер Хенис. В обществе должно существовать сословие, которое выполняет функцию мозга и указывает человечеству путь к достижению счастья. Такова цель нашего движения. Мистер Хенис. Это утверждение имеет под собой основание, поскольку в любом обществе всегда признавалась необходимость духовенства или философов, ведущих людей за собой. Ширила Прабхупада. Но сейчас так называемое духовенство трактует наставление Библии так, как ему нравится. Например, в Библии говорится «не убей». Но духовенство, так же как и другие сословия общества, одобряет существование скотобоин. Как же они могут руководить людьми? Мистер Хенис. Но ведь так устроен животный мир. Одни поедают других. Мне кажется, что люди оправдывают существование боин тем, что это более чистый способ убийства по сравнению с тем, когда лев набрасывается на антилопу. Ширила Прабхупада. Но, как человек, вы должны быть способны различать. Вашими действиями должен руководить мозг, а обществом в целом должен руководить общественный мозг, сословия священников, людей мыслящих. Природа дала людям фрукты, овощи, зерновые, молоко, имеющие огромную питательную ценность. И люди должны довольствоваться этой здоровой пищей. Зачем содержать скотобойни? Как они рассчитывают стать счастливыми, совершая грехи и не повинуясь указаниям Бога? Это означает, что у общества нет разума. Мистер Хенис. Наделять людей разумом не входит в непосредственные задачи моей организации. Ширила Прабхупада. Пусть это и не входит в ваши непосредственные обязанности, но если человеческое общество лишено разума, то, как бы вы ни старались организовать его, люди никогда не будут счастливы. Таков мой тезис. Мистер Хенис. Задача моей организации в том, чтобы устранять препятствия, мешающие людям обрести разум. И одно из таких препятствий – банальная бедность. Ширила Прабхупада. Нет. Главное, чтобы общество научилось видеть разницу между греховной и благочестивой деятельностью. Люди должны совершать праведные, а не греховные поступки. В противном случае это свидетельствует об их глупости. Они ничем не лучше животных. Или давайте взглянем с точки зрения морали. Вы бы отправили свою мать на бойню. Вы пьете молоко коровы, значит она ваша мать. А после этого отправляете ее на скотобойню. Вот потому мы и спрашиваем, есть ли у общества разум, есть ли у общества мозги. Мистер Хенис. Конечно, если говорить о разнице между греховной и благочестивой деятельностью, Ширила Прабхупада. Сегодня практически никто не понимает этой разницы. Мы же понимаем ее. И воплощаем это понимание на практике. Основывая сельскохозяйственные общины и защищая коров. И наши коровы получают награды за рекордные удои, поскольку они счастливы. Они знают, эти люди меня не убьют. Коровы уверены в этом и потому счастливы. И телят мы тоже не убиваем. На других фермах стоит корове отелиться, теленка тут же отправляют на скотобойню. Понимаете? Это означает, что у общества нет мозгов. Вы можете создать сотни организаций, но общество никогда не будет счастливо. Таков наш приговор. Мистер Хенис. Но нельзя же обвинять нас в совершении грехов, если мы даже не знаем, что это грех. Ширила Прабхупада смеется. Неужели? Не думаете ли вы, что вам позволят нарушить закон просто потому, что вы не знаете законов? Если ваше духовенство не знает, что является грехом, то какой смысл в наставлении не греши? У вас должно быть духовенство, которое знает, что является грехом. Тогда оно сможет научить вас, а вам придется отказаться от греховных поступков. Когда эти молодые люди пришли ко мне, я сказал им, Поедание плоти, недозволенный секс, азартные игры и одурманивающие средства – все это грех. Вы должны отказаться от этого. Если мы не откажемся от греховной деятельности, то природа покарает нас. Поэтому мы должны знать законы природы. Знать, чего хочет природа. А она хочет, чтобы мы как минимум прекратили грешить. Иначе мы будем наказаны. Мистер Хенис. «Мы стараемся обеспечить людям достойную материальную жизнь, достойную зарплату, приемлемое жилье, возможность хорошо проводить свободное время». Шрила Прабхупада. «Все это замечательно, но люди должны знать, что праведно, а что греховно». Мистер Хенис. «Да, но мне кажется, что не стоит слишком рассчитывать на то, что вам удастся привить людям свои взгляды. По крайней мере, вам не стоит рассчитывать, что этим будет заниматься международная организация». Шрила Прабхупада. «ООН, как международная организация, занимающаяся вопросами мира и благополучия, должна поддерживать класс людей, которые выполняют функции мозга общества. Тогда все будет в порядке. Разве хорошо, когда руки и ноги действуют беспорядочно, не повинуясь мозгу? Организация Объединенных Наций была создана для блага всего человеческого общества, но в ней нет отделения, которое можно было бы назвать мозгом». Мистер Хенис. «Это правда. Они слуги стран-членов ООН, слуги разных государств мира. Мы лишь слуги этих людей. Мы просто собираем их вместе и помогаем им понять свои проблемы». Шрила Прабхупада. «Да, помогите им понять. Хотя бы просто помогите им понять, что следует делать, а чего не следует. Сделайте хотя бы это». Мистер Хенис. «Да, мы стараемся это делать. Насколько это возможно для секретариата, мы стараемся формулировать и развивать философию. Мы стараемся это делать. Но, конечно, слишком радикальный подход для нас неприемлем. Мы делаем то, что можем. Стараемся действовать как хорошие слуги и хорошие попечители. Мы стараемся делать все, что в наших силах, чтобы лидеры общества шли по верному пути, в верном направлении». Шрила Прабхупада. «Если общество не знает, что греховно, а что праведно, все это бесполезно. Тело человека, лишенное мозга, мертво. И если у тела общества отсутствует мозг, оно также мертво».